Уважаемые коллеги, товарищи, друзья, граждане России, хочу вас всех поздравить с историческим событием. Вот столетие образования СССР и 350-летие со дня рождения Петра I, которое заложило основу великой российской государственности, нас прибыло. Мы восстанавливаем то, что случилось в 1991-м, когда предательски, вопреки воле народа, была разрушена великая советская держава. Я хочу поклониться мужеству всех, кто сражался за это на Донбассе, Запорожье и Херсонской области. Хочу поклониться Захарченко, который возглавлял своих ребят, с которым мы вместе отрабатывали целый ряд операций. Хочу поблагодарить свою команду, которая все эти годы руководствовала с одним принципом – все для наших друзей, для русского мира и нашей победы. Эта победа имеет исключительно важное значение, когда нам, американцы, англосаксы объявили войну и продолжают ее по всем фронтам и направлениям. Сейчас принципиально важно не только принять юридические решения, но и защитить тот выбор, который сделан и наше Министерство обороны, и верховный главнокомандующий, и все, кто отвечает за безопасность, должны понимать, что с следующего дня любой обстрел российских территорий приобретает уже качественный иной смысл. Я вчера посмотрел Блинкен и вся эта публика, по сути дела, отдали отмашку тем, кто захватил власть в Киеве, бандеровцев, нацистов и своим спецназовцам, продолжать обстреливать российскую территорию. Мы должны должным образом ответить, чтобы неповадно было, и для этого есть все необходимое в наших вооруженных силах. Я считаю, что директива, которую дал наш президент защитить русский мир, избавить Европу от нацизма и диктата англосаксов, которая изложена в связи с объявленной военно-политической операцией в 24 февраля, должна быть полностью выполнена и должна быть выполнена в кратчайшие сроки. Я родился под залпы орудий, которые освобождали Украину и Белоруссию. Мой дядя, старший брат отца, лежит похоронен в Белоруссии, а его другой брат Алексей лежит на Украине. Чтобы только отбить Донбасс, мы сформировали миллионную Красную Армию и почти 30 тысяч орудий танков и самолетов. Чтобы освободить правобережную Украину от Киева до Карпат, мы сформировали двухмиллионную армию. Мы за это заплатили огромную цену. И я как человек, который воспитывался в послевоенной Орловщине, где почти 800 братских захоронений, где все народы Великой Советской Державы ломали хребет фашистскому зверю, впитал ненависть всему нацистскому, фашистскому, всему во многом, в том числе и германскому подлому. Когда ко мне приезжали руководители из ГДР, они вдруг попали в день начала войны, я сказал, давайте я вам покажу фильм, что такое Орловско-Курская битва. Они с удовольствием согласились. Я говорю, вы вначале подумаете. Нет, мы посмотрим. После этого фильма целый час никто из них не встать, встать не мог. Смотрели в пол и говорит, мы даже не знали, какой ужас мы навели на вашей земле и сколько людей здесь полегло для того, чтобы избавиться от нацизма и фашизма. Я считаю, что все мы должны приложить сейчас невиданные усилия, чтобы остановить это новое нашесть. Причем оно открыто реорганизовано американцами. Они даже обнаглели вчера с помощью своих военных средств. Все трубы, три трубы вывели из строя. Причем посмеются, кстати. Я читал в начале февраля и смотрел интервью Байдена, который прямо сказал, что мы обязательно пробьем эти трубы. Не надо удивляться. Надо просто быть к этому готовым. Мы с первого дня, как только они стали бобить Донбасс, вместе с Кобзоном создали широкое движение «Дети России» и «Детям Донбасса». Я хочу поклониться ее светлой памяти и всем, кто вместе помогал нам. Мы за эти годы приняли более 12 тысяч детей и организовали им здесь полноценный, достойный пионерский лагерь. Красная площадь, Крем, выставка достижений народного хозяйства, Храм Христа Спасителя, места боев, где Белобородов объявлял вместе с Жуковым о московском наступлении, школа мастеров. Они за две недели проходили такую закалку интернационализмом и советским патриотизмом, что сегодня, а им уже многим по 20 лет, они в полный раз стали защищая и отстаивая русский мир. Мы вместе с Харитоном 10 тысяч людей водили в Феодосию в 2006 году, когда натовцы уже высадились и готовы были там основать свою базу. Мы за пять дней выдавили их оттуда, проявив волю и мужество. Впервые натовцы вынуждены были ретироваться назад. Вместе с нашей большой командой Мельниковым, Кашиным, Афониным, Новиковым, Совицкой мы организовывали мощный поход, когда пытались натовцы провести крупные учения у Волги под Нижним Новгородом с тяжелым оружием. Мы то же самое сделали в Ульяновске, когда местный крупнейший аэропорт отдали как базу подскока. Мы не пустили туда натовцев, прекрасно понимая, чем это для нас заканчивается. Я еще раз хочу поблагодарить и нашу фракцию, и депутатов, и весь Леопатриотический союз, который тогда проделал колоссальную и крайне важную для всех работу. Мы с первого дня собирали туда конвои, на 80% обеспечивали продовольствием те, кто сидел в окопах. И Кашин вместе с большой командой продолжает эту работу. Вдумайтесь, 101 конвой, 16 тысяч тонн, что крайне необходимо. И сейчас губернаторы проводят это весьма исправно. И русских в Ульяновске, и Калычков у меня на Орловщине, и Коновалов в Хакасии, и Локоть в Новосибирске. Я считаю, что губернаторы должны взять под контроль операцию по мобилизации. Я молодого нашего губернатора Таланда Калычкова просто проинструктировал, как бы я сделал, потому что мне пришлось этим заниматься многие годы, включая гражданскую оборону. В три сита прошли первый набор, никого не обидели, никого не унизили, в основном добровольцы. Уже вчера прибыли на место сбора, экипируются, и они должны пройти очень качественную подготовку и боевое слажение. Мы считаем, что наш союз в Компартии активно борется. Признаю, сегодня три спецназовца помогали нам вывезти Симоненко, которого разбомбили, разрушили все, что можно было, только это Бендеровщина. Спасали его, непосредственно переправив Белоруссию. Мы и сегодня делаем эту честную мужскую работу. Как ученый и геополитик я прекрасно понимаю, что после мюнхенской речи Путина, где он заявил, что русский мир и наша воля, и наше желание быть свободными, независимыми, будут обеспечены всем необходимым. Мы эту установку президента приняли и будем ее неуклонно выполнять. Но как политик и человек, и депутат я осознаю, что перед всеми нами исключительно трудная, тяжелая, крайне сложная задача с учетом финансово-экономического кризиса и огромных потерь, которые мы понесли. Вот только что мы с Коломейцевым подводили итоги Сердюковщины, которая прошлась по всем структурам. Если бы мы тогда не остановили, у нас не было бы сегодня ненормальной военной медицины, у нас угробили последние военные училища, 55 их сожгли в тех преобразованиях. У нас бы вообще полностью была разрушена система мобилизации, слава богу, согласилась, но надо добавлять к этому. Для нас сегодня исключительно важно, чтобы те, кто к нам пришел, поняли, что они вернулись в страну, которая побеждала под красным флагом победы. Многие не случайно его подняли на освобожденных территориях и понимали, что они вернулись в страну, которая для них, когда Советский Союз для них был гордостью. Поэтому, готовясь к столетию очередной встречи в Кремле, я приглашаю всех вас начать эту нашу священную и прекрасную работу. Наша программа, программа развития, программа «Новый бюджет», «Новая целина», «Современная наука», «Супертехнологии» у вас на столе. Мы при формировании бюджета можем все сделать для того, чтобы эти статьи прошли, и будет бюджет действительное развитие, бюджет будущего. Будущее будет при одном условии, если мы поймем, что без справедливости и дружбы у нас ее никогда не было и не будет. И в этой связи для нас принципиально важно сплотиться во имя достижения этих высших целей. Наша партия леопатриотической силы все сделает, чтобы те, кто вернулся на родину, почувствовали себя родными детьми и нашими самыми близкими родственниками.